Они ждут автобус. И она ждет автобус. Он тоже ждет автобус. Можно ждать как угодно, когда знаешь, сколько тебе ждать. Следите за автобусами в картах. Яндекс.Карты. Приложение к городу. В предыдущей серии The Long Drive мы загорелись идеей поймать летающую тарелку. Для этого я начал сооружать высокую конструкцию прямо на крыше своей машины. Но у пришельцев были другие планы. Каким-то магическим образом они сделали зубучие пески прямо подо мной. Но несмотря на все их жалкие попытки, у меня все же получилось достроить эту башню-ловушку. Берегитесь, пришельцы, вы ничего не сможете мне противопоставить. А? А? Что? Что это что происходит? Почему я летаю? Всем хай! С вами Юджин. И сегодня мы снова играем The Long Drive. И у нас с вами огромная конструкция на нашей машине. Очень высокая, очень надежная. И я надеюсь, что с помощью нее мы сможем добраться до летающей тарелки и наконец-таки угнать ее в этом эпизоде. Билли в предвкушении. Сара в вожделении, видимо. А я настроен решительно. Теперь нам нужно просто всего лишь выехать на дорогу и ехать по ней, пока не появится летающая тарелка. По пути будем добывать новые ресурсы, чтобы строить башню еще больше и еще шире. Ну а пока мы едем к дороге, пошатываясь, у вас есть возможность зайти вниз под ролик и поставить лайк. А также заглянуть в описание и зайти на мой бусти, если у вас будет такое желание. И тут меня посетила мысль, а насколько огромную конструкцию мы можем сделать? Я не думаю, что есть лимит на количество палеток, которые мы можем присоединить. Давайте будем цеплять все палетки, которые найдем. Дорога уходит налево, но я вижу, что она вон там продолжается. Давайте просто сократим этот путь. Я вижу дом впереди. Давайте чуть отклонимся, там могут быть палетки. А-а-а! Как же заносит нас! Мне приходится так аккуратно сейчас вести, как никогда. У-у-у, тут огромный прицеп. Черт, мне надо было на него ставить все это дело. Но я не буду уже. Уже все. И да, кстати, как вы помните, я потерял очень много предметов своих. Куча оружия, патронов, еды, канистры. Все пропало. Билли, куда пошел? Ладно, раз ты пошел, я просто зайду и посмотрю, что здесь есть интересного. Куча палета. Этот чувак просто идет и все. Ведь если так подумать, он будет идти до самого края карты. А я так понимаю, что края карты здесь вообще не предусмотрено. Поэтому он будет идти бесконечно. Это первый Билли, которого я не убил. Эй, Билл, я тебя не убил! Ха-ха-ха! Я дебил. Мне нужно сделать платформы. Обязательно надо сделать, потому что, когда полетит тарелка, есть вероятность, что я не смогу сразу запрыгнуть. И в итоге замешкаю и все запарю, все опираться. А потом придется ждать еще фиг знает сколько. Уже давно не было летающих тарелок. Между прочим. Запрыгивай ты! Есть! Как-то так, стоп. И пусть она будет вот здесь стоять. Вторую мы, конечно же, поставим еще выше. Что-то типа такого. Есть! А теперь давайте спать. О, какой красивый кадр. Посмотрите на это чудище. Билли ушел навсегда в даль. Ну что, ребят, погнали дальше. Вы готовы? Хватит смотреть на мою женщину. А ты хватит смотреть на него и кокетливо улыбаться. Знаешь что? Смотри вот сюда. А ты куда-нибудь наверх смотри. Ладно, погнали. Мы стали еще выше. Господи, помилуй, что это такое едет? Что так качает нас? Я же еду ровно. Я думаю, что покачивает нас от ветра все-таки. От сопротивляемости. Мы не очень аэродинамичны. Но что если сделать крылья своей машине? Взлетим ли мы на воздух? Конечно, не взлетим. Это всего лишь мои мечты. Камень! Камень! А-а-а! Мы взлетели на воздух. Видите? Видели, как мы это сделали? Вот это красиво. И почему за это не дают очки? Хотя за это дали очки. Мне кажется, что с помощью этой конструкции мы наоборот таки увеличили наши шансы выжить после жесткой аварии. Или допустим, если мы наедем на камень. Физика игры не может просчитать, как эта машина будет переворачиваться. Вот с такой-то конструкции наверху. И поэтому она просто крутится горизонтально. Вот это меня качает. Боже мой, погоди, перестань, не падай, не падай. Слушайте, а может быть я прав? У нас теперь самобалансирующаяся система. Погоди, сейчас мы это проверим. Ну-ка. От! Встала. Только кактус пострадал. А кому есть дело, что там с кактусом? Правильно? Сейчас у меня ощущение, как будто бы из кабины гораздо проще везти машину, чем когда ты смотришь на это пошатывание. Оно тебя все время в ступор вводит. И ты начинаешь в итоге мельтешить, вилять. Сара, если увидишь тарелку, говори, окей? Хорошо, дорогой. А, отвратительный голос. Бау! Вот это внезапно было. Ничего, ничего, машина встает на колеса. Так всегда происходит. Она встает на крышу. Нет, все, все. Она самобалансирующаяся, я вам говорю. Не переживайте, друзья. Сейчас ее помотает. Она успокоится. Такое бывает, такое будет еще много раз. Мы все-таки едем на очень ненадежной конструкции. Которую теперь довольно-таки трудно назвать машиной. Это новые машины, понимаете? Это будущее. Не все поймут этот дизайн. Опа, впереди зелень. Сначала будут думать, ну что это за убожество? А потом такие, ммм. Ну, она уже будет читаться винтажной к этому моменту. Надо было вкладываться в эту машину раньше, когда я только ее изобрел. О, боже мой, что это было? Во что я врезался? Во что я? Я ни во что ведь не врезался. Опа. Используем дверь, чтобы встать. Я же говорил про тебя всем, что ты саморегулирующаяся, самобалансирующая штука. Ой, ты проклята. Погодите. Есть. Что-то произошло, изменилось, улучшил. Нет. Сейчас самое время тарелки пролететь, чтобы я лоханулся. Неловко. Стоп. Ну, пожалуйста. Давай, давай, давай. Умница. Восстань. Чихо. Красава. Давайте поспим ночью. Не надо что делать. Утро, вечер и мудренее. Сейчас мы обратно все соберем и все будет нормально. Что-то кажется мне, что мы просто врезались в этот столб. Как-то очень неудачно. Я, честно, не понимаю, почему я подбираю все эти предметы. Они уже толком-то мне не нужны. Я могу всех убивать с помощью мутировки. Ну, как-то обидно. Я же столько собрал и столько потерял в тех зыбучих песках. Опа. Змею нашел. Аккуратнее. Я знаю, как с ними обращаться. Все хорошо. Все идеально. Давайте просто не будем сильно разгоняться в этот раз. Нам-то торопиться некуда. Ведь если можно угнать летающую тарелку, то она будет с такой скоростью перемещаться, мне кажется, что мы до конца игры сразу же долетим. А вот и дорога изменилась. Получается, в игре всего два биома. Пустыня и травка. Так, впереди вышка какая-то. Что там еще вокруг? А! Билли, перестань на меня так смотреть. Напугал меня. Опа. Вот трава появилась только с одной стороны почему-то. А вот и со второй. Какого хрена было? Машина повисла. Походу, я задел столб. Меня просто вынесло. Я сдох. Где мы? Что мы? Что у нас происходит? Ооо, мы далековато. Даже еще в зеленую зону не заехали. Блин. Короче, давайте подальше от столбов держаться. Это совсем стрёмно. Да, с одной стороны, я понимаю, что по сути я мог бы просто, наверное, стоять на месте и ждать летающую тарелку. Но я пока еще не до конца уверен в том, что эта башня способна, во-первых, дотянуться до нее. Я не знаю, насколько она высоко летит. И сможет ли летающая тарелка в нее врезаться? Ну, какого ж ты дьявола делаешь? Ну, перестань. Ну, брось. Какое-то огромное перекатип поля получается. Нет. Все хорошо. Думаю, что в этом выпуске такое будет часто повторяться. Вот и так бывает. И так тоже может быть. Она просто подпрыгнула вот ни сфига. И это, кстати, опять произошло рядом с покошенным столбом. От них мне тоже нужно подальше держаться. Мне вообще нужно от машин подальше держаться. Ладно, пусть разлетаются предметы. Пусть мы врезаемся. Но как бы мы не врезались, машина в идеальном состоянии. Что-то произошло. О, нет. Нет, 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 нет. Бензин закончился. О, блин, мы даже в горку подняться, наверное, не сможем. Пожалуйста, давай, чуть дальше проедь. Дружище, проедь чуть дальше. Какая тварь. Какое западло. Сейчас начнется спуск. Мы сможем доехать. Вон вдалеке. Очень далеко. Вон там. Я вижу корабль. Нет, ну пожалуйста, горка. Неужели мы буквально чуть-чуть не доехали до горки? Вниз начинаем ехать. Стоп. Стоим рядом. Толкаем не сильно. Чтобы она не поехала внезапно. Ой, эй, дверь. Толкай. Умница, Евгений. Сейчас будет спуск вниз, и мы хорошенько прокатимся с вами с ветерком. Все, теперь дело за инерцией. Значит, корабль вон там, вон там, и вот тут. Еще даже там есть. А какую сторону поедет дорога у нас? Я даже вижу еще один корабль летающий. Что-то какая-то местность кораблей. Отлично, дорога сворачивает налево. И к тому кораблю, получается, мы едем. Давайте сократим. Если это, конечно, небольшая ошибка с моей стороны. Давайте спать, что ли, ляжем быстренько. Надеюсь, никуда не въедем, пока спим. Никогда не спите, пока машина едет. О, отлично, отлично. Все хорошо, дорога сворачивает чуть-чуть. Эти корабли дальше, чем мне казалось. Впереди только здание, и мы будем надеяться, что там есть дизель. Господи, прошу, дизель, дизель. Ну, ну, ну. А, нет, только вода. Ладно, это уже что-то. Мы не умрем. Канистра. Пустая. О, дальше только в горку, да? Стоп, может быть, есть что-то в ящиках? А, нету ничего. Почему-то мы все равно едем. Без понятия почему, но мы едем. Ну, значит, едем так. Боже, я привык, что на автобусе там миллиард литров в баке, может быть, этого дизеля. И просто не смотрел даже туда. Это просто унизительно. Все, нормально, поехали с горочки. Ох, ветерок падал. Хорошо, дорога уходит влево. И, видимо, обогнет этот корабль. Нам нужно к нему. Давайте напрямую к нему поедем. Мы подъезжаем. О, какой красавец. Какой большой. Сто пудов наполнен полезными, полезными бочками. Где бочки? Ах, ты урод. С другой стороны бочки. Ух, мы доехали. О, боже мой, как долго я ехал. Ээээ, я не понял. Так, давайте подождем, пока рассветет. Я на таком нервике, потому что я знаю, что в любой момент может появиться летающая тарелка. Это будет так тупо, если я сейчас ее просру. Пустая бочка. Алкоголь тверд. Масло. Не то. Вы что, издеваетесь? Нет. Тут алкоголь и бензин только. Алкоголь. Это какой-то алкотанкер. Половина алкогольных бочек выпито. Пусто. Дерьмо какое. Вы что, издеваетесь? Дизель. Есть. О, одна бочка дизеля на весь корабль. Господи, мне так везет. Это реально везение. Сейчас мы наполним тебя. Окей, мы все. Фу, сразу стало так легко дышаться. Окей, что у нас по воде? Три с половиной литра и... Давайте масло подольем. О, погодите, еще бочка с дизелем есть. Зальем на полную. Полный бак. Масло на полную. Не забываем закрыть, конечно же. И давайте водички подольем. Хорошенько подзаправились. Теперь мы можем смело ехать дальше. Ссы меня, НЛО. Я скоро приеду к тебе. Ну, точнее, ты ко мне приедешь. Надеюсь, очень скоро. Пожалуйста. И мы снова на дороге. Вот впереди какой-то домик. Кстати, трава закончилась. О, какой остротный автобус. Канистра с маслом есть. Давайте ее, кстати, возьмем чуть-чуть. Нам, в принципе, нужна канистра. Масло долго расходуется. Что у нас? Саня. Ай, здравствуйте, Саня. Когда-то я на вас катался. Охренеть скорость. Давай, гони. Боже мой. Мне нужно зеркало с собой. Осторожней. Здесь еще две палеточки есть. Вот есть вот эти классные платформы. Мне кажется, они бы пригодились нам. Но я не знаю, как их вытащить. Типа здесь автобус стоит. Тогда через черный ход. Вот эту длинную штуку давайте вытащим. Я бы ее поставил вот туда. Еще раз так вот вверх вертикально. Чтобы башня была еще выше. Ага. Значит, мы и можем поставить эту палку вот сюда. И одной палеткой зафиксировать. Звучит просто. На деле, возможно, будет ужасно сложно. Сейчас надо аккуратно прыгнуть. А, нет, не роняй. Не роняй. Стой. Еще разочек, пожалуйста. Только аккуратненько. Да он ее роняет каждый раз, когда я подпрыгиваю высоко. Погодите, погодите. Запрыгнул. Стоп. Окей. Теперь бы ее туда аккуратненько положить. Секунду. Секунду. Есть. Теперь просто облокотить ее. Хотя бы как-то. Хотя бы как-то. Вот так. Стоим. Стоим. Стоит. Можешь ровнее. Умница. О, здесь надо быть очень осторожным. Все расшатывается. Просто закинул. Чтобы все сработало, нужно присоединить ее как-то. Ты так? Идеально. Вот это высота. По идее, мы теперь можем вот эту палетку отсоединить. И поставить ее выше. Вот так. Доска готова. О, нет. Черт. У меня еще одна есть. Мне пофигу. Встала. Давайте как-нибудь супер-мега. Осторожно. 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 Повыше забрались. И джи. Есть. Теперь давайте убедимся, что все работает как надо. Я хочу понять, нужна ли мне вот эта платформа. Или я могу запрыгнуть и без этого. Могу запрыгнуть просто так. Very good. Но сначала мы берем палетку номер один. Нам нужно всего лишь здесь сделать платформу. Всего лишь платформу. Оп. Хреново. Есть. Не падай. Я же получилось. Теперь нужно добраться туда. Чуть-чуть подпрыгнуть. А я вижу ничего. Стой. Стой. Живем. Бан. Как так произошло? Приземляйся на платформу, друг мой. Стоп. Я наверху, но я не могу видеть ничего. Кажется так. Кажется на себя. Чуть-чуть отойти. Отпускаем. Окей. Нет. Стоит. Ладно, я упал, я упал. Не страшно, не страшно. Главное, что она стоит там. Теперь мне кажется, что я могу и эту палетку использовать. Она уже не нужна. Извините. Слушайте, а я могу эту конструкцию просто поднять? Ооо, нет. Но Евгений хитер. Он сохранился. Вот эту палетку можно использовать. Смотрите, мы встали наверх. Теперь нам нужно как-то присоединить. Сейчас. Есть! Это супернадежная платформа. Ух, мы это сделали. Так, скажи свою фирменную фразу. Постройка завершена. Спасибо. Вот оно стоит, величаво. Попробуем поехать теперь. Едем. Конечно, поедет, куда она денется. Это мне напоминает постройку Вавилонской башни. Ничем хорошим это не кончится. Ну, башня высокая. Башня надежная. И теперь, я думаю, что мы, в принципе, готовы попробовать остановить летающую тарелку. Поэтому давайте ехать медленно, спокойно. И ждать. Ооо! Что это было? Что это было? Что это было? Я не знаю, что это. А, пришельцы, это вы? Это ваши проделки? Давайте останов... Что это? Да что это? Моя башня стоит не тронутая. Дело не в ней. Что это? Я не знаю, что это. Что-то адски глюкануло. Но я не понимаю, что. Здесь все на месте. Дело не в моей башне, это точно. Оно словно вокруг меня летает. Смотрите. Ооо! Это был кролик! Ооо! А знаете, я думаю, даже смысла ехать нет. Давайте просто встанем на дороге. И будем ждать. Потому что пока мы едем, происходит что-то ужасное. Ждем, короче. 8 гребаных часов спустя. Ох, я жду уже очень долго. Ой, ждать ее, это очень больно. Слушайте, а может быть не ждать ее наверху? Да, будем ждать наверху, но нам нужно, чтобы у нас была еда и вода. Кушали. Попили. Теперь идем наверх. Стоим. Все. Будем ждать здесь. Мне кажется, я жду уже минут 30. Просто пляюсь в этот пейзаж. И я уже в ахере. Не знаю, не знаю. Я сделал, что мог. А правильно ли я все сделал? Потому что я не понимаю. Мы уже очень давно не видели летающие тарелки. В прошлой выпуске не было. В позапрошлом, по-моему, тоже не было. И сейчас я не вижу ее. Я прождал больше часа, и Энелони пришло. Вообще забило. И тогда я стал гуглить, потому что это явно аномалия. В общем, есть мнение, что Энелони спаунится, когда что-то мешает. То есть надо сделать более хитрую конструкцию. Я что придумал? Ну как придумал? В этом гайде было написано, что надо сделать что-то типа такого. Вот мы опрокинули нашу конструкцию, развернули машину. И вот мы присоединили всю конструкцию. Она, кстати, сама присоединилась почему-то. Почему-то присоединилась сама, я не знаю, как это работает. И получается вот так. При этом, видите, очень много предметов почему-то приклеилось. Короче, к палеткам все клеится автоматически. Что очень хорошо. Мне не пришлось думать, как присоединять конструкцию, потому что она очень тяжелая. Она сама это сделала. Теперь мы закрываем. Давайте чуть-чуть повыше откроем, чтобы не цеплялась. Вот так. Попробуем теперь развернуться и чуть-чуть проехать. Просто уедем отсюда. Конечно, если нам позволит игра. Нет. Тихо. Перестань. О, боже мой. Сейчас любая неровность для нас смертельна. А что у нас под машиной кролик делает? Как ты здесь оказался? Ах ты, маленький злодей. Может быть, из-за тебя мы подпрыгиваем? Так, оно выползает оттуда. Это из-за него. Ну здорово. Чёртовы пришельцы. Это всё они делают. Кролик, убирайся. Давай, давай. Есть. Фу. Ну-ка, давайте проверим, нормально ли мы сейчас будем ехать или нет. Что это? Какая резкая склейка. Довольно-таки комично. Не надо. Не надо. Это была бесконечная пытка. Мне пришлось перезагрузиться. Ладно, ну мне кажется, и так нормально. Они должны просто сами по себе спауниться. Так было. Я такое видел. Сейчас ничто не мешает ей. Кстати, даже прям закроем багажник полностью. Ой, аккуратнее. Не так сильно. Слишком закрыл. Вот. Видимо, остаётся теперь только ждать. 8 грёбанных часов спустя. Друзья, она летит. Она летит. Боже, на каком же я очке сейчас. Так. Включаем фонарик. Не включается фонарик. Ладно. Ладно. Она летит прямо на меня. Что-то я низковата. А она что-то высоко. А! Чёрт! А-а-а-а! Как же, блин, долго я ждал её. И вот к чему всё это привело. А-а-а. И вот так вот я и не поймал летающую тарелку. Нифига! Я никогда не сдамся! Просто, чтобы вы понимали. Я много, много, много дней подряд пытался поймать летающую тарелку. Не просто поймать, а просто хотя бы увидеть. Потому что каким-то образом она перестала спауниться совсем. За это время я успел проехать уже кучу метров. Не уверен, что прям много километров. Но кучу метров по разным локациям я ездил и дособирал свою башню. И приехал вот сюда. В очень хорошее место, где, если вдруг что... Если вдруг что... А что, если вдруг что? Ну, как минимум, летающая тарелка не сможет сдвинуть мою машину сильно. Но она сдвинула. Она же улетела. Она пролетела мимо нас. Это мы проверили, это не работает. Хорошо, нам придется ждать еще неизвестно сколько. Я не знаю, сколько еще придется ждать эту тарелку. Час, два. Но давайте проведем это время с пользой. Точно она не прилетит сейчас. Нам нужно сделать платформу выше. Она там у меня уже есть, но не очень надежная. Давайте это исправим. Надо просто запрыгнуть на самый верх сейчас. Давай. Смолочи... Зато я теперь точно знаю высоту летающей тарелки. Она чуть выше вот этих столбов. Я, получается, сделал платформу прямо на ее пути. Прекрасное. Просто идеальное попадание. Летит. Летит. Вот она. О, боже мой. Так, я стою высоко. Опять ночь. Они появляются только ночью. Все. Молчим и просто действуем. Не знаю как. Но мы попытаемся. Давай. Она замедлилась. Прыгай. Прыгай. Я сел. Я сел. Что-то там с машиной происходит. Но я сел. Это лицо самого счастливого человека на земле. Перестань машины дрыгаться. Не страшно. Я сижу. Что это? Кнопки какие-то. Или рычаги. Не знаю, что это. Автопродолжение. Вертикальное. Ускорение, я так понимаю. Хорошо. Ну-ка. Оп. Оп. Смотрите, она двигается. Двигается. А можно спать? Ну не, можно спать. Смотрите, мы спим на летающей тарелке. Опа. Такой Индиана Джон сидит на летающей тарелке. Она сломала всю мою конструкцию. Вы прикиньте, она все сломала. Ну как бы конструкция цела. Но она отвалилась. А теперь, я так понимаю, мы будем летать на летающей тарелке. Погодите, я что-то не понимаю, как она управляется. Право. Лево. Куда-сюда. А как ускоряться? Ускоряться, видимо, вот это. Оп. Оп. Нихрена себе ускорились. А, хорошо. Вот так вертикально. Что я должен сделать? Я не понимаю, что происходит. Какая скорость? Офигеть можно. Что-то я не понимаю. Погодите. Так, мы вот летим вправо-влево. А. Вниз. Вверх пробел. Вниз пробел. О. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мы можем прямо в космос улететь сейчас. А-а-а. Спускаемся вниз. Охренеть, мы это сделали. Я не могу поверить. Вяу, вяу, вяу. Я столько дней пытался этого добиться. И мы сделали со второй попытки. Что это такое? Автоконтиню. О. Стой, стой. Не надо автоконтиню. А, погодите. Это продолжить маршрут? Но почему вверх? Стой, перестань. Вот так. И все равно продолжаем вверх. О. Вы что, издеваетесь надо мной? Она меня убила. Меня просто обосрали сейчас. Черт, вы пришельцы. Они переиграли меня все равно. Такого черта. Я же был на ней. Сколько еще часов я должен ждать снова летающую тарелку? Я... Я не осилю это. Летит гадость. Летит, наконец-таки. Это спустя часа четыре, наверное. Пожалуйста, только бы не... Ой, фонарь перестала работать у меня в руках. Пожалуйста, только бы не ложануться. Я так устал ждать. Пожалуйста. Давай. Хорошо. Умница. Я умница. Кто здесь умница? Я. Так, теперь давайте-ка спать. Мы прямо врезались в мою башню. И в этот раз ее, кстати, не сломали. Отлично. Вы говорите, а, перед вот это, зад сюда. Так, у меня проблема. Мне нужно поесть, мне нужно попить. А можно ли встать с этой летающей тарелки? Давайте опустимся в самый низ. Вот сюда. Не улетай. Она не улетела. Гуд. Скорее. Сейчас мы попьем, зажремся. Боже мой, как я нервничал. Как я нервничал, когда пытался поймать эту летающую тарелку. Посмотрите, как Билли нервничал. Он весь салон изгадил мне. Билли, как ты смел? На тебе. А нам же с вами я предлагаю кайфануть. И как следует попутешествовать на летающей тарелке. Посмотрим, насколько долгая эта дорога. Садимся. Взлетаем. Ускоряем. О-о-о-оп. Полетели, полетели, полетели. По-моему, можно и быстрее, да? Все-таки хочу понять, как эти штуки работают. Хорошо, значит, если жмем и вверх колесико крутим, то она летит очень быстро. Да, летим. Давайте чуть пониже. Хочу, чтобы скорость лучше ощущалась. О-о-о. Вот это да. Как же быстро мы летим. Это прекрасно. Это чувство, что я честь свою отстоял, понимаете? Потому что я обещал, что поймаю летающую тарелку. Я клялся перед богами. И я это сделал. На это ушло слишком много времени. Мне кажется, я никогда столько времени не тратил на один видос. И даже дело не в монтаже, а просто чтобы добиться вот этой цели. И я максимально смакую и вам даю смакануть как следует. Я уверен, что вы уже кучу лайков понаставили. Кучу лайков понаставили. Написали комментарий. Насколько Евгений хороший. Да, я хорош. Погодите, погодите, стоп. Вот так надо летать на летающих тарелках. Забавно, что она все время сохраняет уровень над землей. То есть я не могу врезаться ни во что. А могу ли я врезаться в гору? Так, я думаю, я могу в нее врезаться, но, блин, не сдохну ли я? Ой. Так, хорошо, я не сдохну. Арка, я ни разу не проезжал мимо нее. Но я могу пролететь сквозь нее. Ну-ка. Бай. Сейчас. Секунду. Давайте так, чтобы красиво было. Да, е-мое. Ооп. Да. Смотрите все. Ой, аккуратней. Смотрите все, какой я летун. И все же мне интересно, насколько высоко мы можем взлететь. Есть ли граница у этого мира. Может быть, я сейчас прилечу на планету пришельцев. Все еще поднимаемся. Погодите, это что, зима? Это может быть зимний биом? Если честно, я не думал, что мы просто тупо сядем сверху летающей тарелки. Я думал, мы будем в кабине какой-то. И мы видим, что пришельцев в ней нет. А значит, это доказательство, что пришельцев не существует. Это кто-то другой пилотировал эту летающую тарелку. Какой-то человек. Убить! Ну же! Дробошом! Нет! Не улетай! Ой. Че это за выстрелы были такие? Так, друзья мои, это реально зимний биом. Ну, с натягом, конечно, можно его так назвать. Посмотрите, все такое бледное стало. Как будто бы снег. Немножко инее. Это очень прикольно. Значит, я не ошибся. Это и правда зимний биом. Но снеговика тут хрен слепишь. Я не могу перестать лететь. Я прям кайфую от того, что я это сделал. И прям хочу насладиться по максимуму. И пока я наслаждаюсь по максимуму, вы можете поставить лайк этому видосу. Подписаться на канал. И не знаю, буду ли я еще выпускать видео под лонг драйв. Поскольку я уже, в принципе, все посмотрел, что мог. Разве что я еще не доехал до самого конца игры. Есть ли он тут или нет, я пока не знаю. Но даже это было бы не очень интересным видосом. Где я просто еду и вижу все то же самое. Давайте так. Я поиграю еще в эту игру. И если будет клевый материал, я сделаю видос. А пока можно считать, что это финал. Финал в лонг драйв. И какой финал может быть фееричней, чем вот этот. Полетели на другую планету, короче. С вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Вот еще видос, который вы можете посмотреть. Ну и пока вы еще здесь. Давайте дадим друг другу мощную пятюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова